Всем привет, с вами Адиль Хан, и в этом уроке я хочу научить вас, как делать вот такое вот интро. Сначала создадим новую композицию, назовем ее как Main, разрешение 1920-1080 и длительность где-то на 10 секунд. Так, хорошо, сначала создадим background. Создаем solid любого цвета и называем его как BG, далее применяем к нему эффект, который называется Ramp, gradient ramp. Так, у нас StartColor будет тут, а EndColor тут, а значит, у нас EndColor у нас будет темно-синего цвета, примерно вот такой вот хий. Так, далее создаем solid и называем его как Cyber. Я возьму цвет, думаю, где-то белый. Так, и пока вскрою это solid и добавляю текст, neon text. Окей, выбираем шрифтку-нибудь потолще. Я думаю, возьму хельветику. Нет, лучше, суки. Roman. Так, хорошо. Далее выравниваем текст. Включаем title, action, save. При помощи вот этого инструмента, pen behind, сдвигаем нашу якорную точку. Вот так вот в центр. И вот сдвигаем наш текст в центре. Хорошо. Далее текст кидаем под Cyber. Включаем solid и накидываем на него плагин Cyber. Далее. Заходим в Customize Core. Выбираем тип как Text Layer. В текст кидаем наш Cyber. Ну нет, точнее не он текст. Далее заходим в Low Settings. И изменяем интенсивность. Примерно вот так вот. Можно добавить фликкера. Это мерцание. На 20%. Хорошо. Далее. Теперь нужно сделать саму анимацию. Сначала я изменю. Получаем вот так вот. И мы будем анимировать Part of Set. Вот. И нажимаем U на клавиатуре. Сдвигаемся на один фрейм. На одну секунду, точнее. И вот. Заставляем вот такую вот анимацию. Хорошо. И получаем вот такой вот результат. Это еще не конец. Создаем еще другой ключевой кадр. В этот раз мы выбираем Enter Set. Так. Так вот и анимируем. После чего снова нажимаем ее на клавиатуре. И что мы видим? Ничего. А это в том, что они смещаются. И нужно подвинуть. Примерно вот так вот. И получаем вот такой вот результат отставания. Если мы будем двигать вот эти ключевые кадры, то мы будем получать линию подлиннее. Ну и так вот хватит. Можно ее уже стянуть по анимации. И что мы получаем? Ну, отлично. Так, хорошо. Что мы делаем? Далее мы дублируем слой. Раздвигаем его прямо на два фрейма. Еще раз дублируем. Переводим слои в режим Add. И получаем вот такое вот наложение на наш текст. Так, на первый слой я накиную Turbulence Displace. Это плагин, который меняет, точнее, деформирует наш слой. Окей, хорошо. Выставлю Amount как 100, а Size 2. И мы получаем вот такой вот крутой эффект. Так, после чего накидываем наш текст в Glow. Отлично. Выберем цвет чуть посветлее. Так, хорошо. Далее дублируем. Мы получаем вот такой вот неоновый текст. Так, далее находим наши эффекты Glow и заанимируем. Так, хорошо. Заходим в Composing Options. Настройки композиции. Настройки композинга. И меняем непрозрачность эффекта. Вот так вот до нуля. То же самое и с другим эффектом. Так вот, до нуля. И мы получаем вот такое свечение. Позже можно сделать... Ну, поменьше, блин, вот так вот. Мы получаем вот такой вот крутой неоновый эффект. Переводим наши слой в 3D. Создаем новую камеру. Так, заходим в настройки камеры. Camera Options. И далее анимируем зум. Так вот, на второй секунде. Вот так вот. Я хотел сюда 3000 пикселей. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ильхан. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.